Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о пряности корица. Корица, наверное, одна из самых известных и давно используемых пряностей. Но корицу, наверное, знают практически каждый, кто любит пряные и специи. Многие видели корицу смолотую в порошок. Это вот такой вот мелкий порошок, ароматно пахнущий. Запах корицы трудно спутать с чем-либо еще. И покупая вот в таком порошке, мало кто догадывается, что корица – это кора. Это кора коричного дерева. Коричное дерево – это не очень высокое дерево. И вот именно с коричного дерева берут кору, и из нее получается пряность, которую мы также называем корица. Корица имеет еще родственника. Настоящая корица называется кинамон. Кинамон верум – это настоящая корица. А вот кинамон ароматикум, или называют ее еще кассия, или называют еще китайской корицей, это тоже корица. Но это не истинная корица, а просто это как бы родственник. Пахнут примерно так же, но все равно есть какая-то небольшая разница. Родина корицы Шри-Ланка. Вообще корицу раньше, когда в старые времена добывали в природе, искали коричное дерево, потом из него получали эту кору. Берется не верхний слой коры коричного дерева, вот этот вот древесный слой счищается, а берется только внутренний слой с коричного дерева, потом вот эти вот полоски коры высушиваются, и получаются вот такие трубочки. И вот из таких трубочек получается как раз и молотая корица. И в старые времена корицу привозили китайцы, или корицу привозили купцы в Аравию. И эта пряность стоила очень и очень дорого. И вот корица явилась как бы тем толчком, благодаря которому и начались великие географические открытия. Дело в том, что корицу очень ценилась в Европе. Она была очень дорогая, вот именно арабы имели как бы монополию на ее продаже. У арабов закупали эту корицу венецианские купцы. Это был вот венецианский эксклюзив в Европе. Ценилась она очень и очень дорого, стоила она очень и очень дорого. И португальцы решили найти ту страну, то место, где произрастают различные пряности, в том числе и корица. В поисках этих пряностей были открыты дальше дальние земли. Но вернемся опять к корице. Самая лучшая, самая качественная корица произрастает на Шри-Ланке. Шри-Ланка является родиной корицы. Но сейчас коричные деревья выращивают в разных частях, в тропическом климате, там, где очень много солнца, очень жарко и, конечно же, нет зимы. Чем отличить ланкийскую корицу от китайской корицы? Во-первых, ланкийская корица, у нее слой вот этот вот, тоньше, он у нее тоненький-тоненький, и, как я уже говорила, она имеет, ну, немножко более благородный запах, имеет запах более такой сложный, изысканный. И ланкийская корица лучше крошится. И еще можно сделать эксперимент. Дело в том, что вот в супермаркетах, в большинстве, продается именно китайская корица. Она и раза в два, то и в три дешевле, чем ланкийская корица. Проверить, китайская это корица или нет, кассия это или нет, можно с помощью йода. Нужно взять немного йода и капнуть на корицу. Если не будет больших изменений, значит, это ланкийская корица. Если будет пятно синее, посинеет, значит, это китайская корица, потому что китайская корица больше крахмала. Но пока у нас происходит реакция, поговорим о корице дальше. Аромат корицы обусловлен эфирным маслом, его так и называют коричное масло. Основной компонент коричневого масла называется циномаль. Но там еще много и других эфирных масел. Природа очень интересно распорядилась. В жарких странах, там, где продукты быстро портятся, а особенно продукты живого происхождения, ну, те же самые мясные продукты, вот в этих странах произрастают пряные растения, которые имеют свойство подавлять вот эти микроорганизмы, которые вызывают порчу продуктов. И недаром мы знаем то вяленое мясо, которое, полоски мяса очень густо обсыпаны разными пряностями, делалось это испокон века для того, чтобы сохранить это мясо целостным, чтобы оно не пропало. Брались полоски мяса, обсыпались густо разными пряностями, в том числе и корицей, и сушились просто на солнце, в сухом вот этом климате, на открытом солнце, и в таком виде продукты долго не портились. Как я уже говорила, известность глубокой древности, пряность эта в то время была очень дорогая, и преподносить корицу дозволялось только монархам или другим властителям. В конце 15 века португальцы захватили Шри-Ланку, и в 1518 году они построили крепость и отчаянно защищали все нападки на эту страну, а захватили они ее вот из-за этих пряностей, в том числе и из-за корицы, и португальцы начали поставлять в обход арабских купцов, начали поставлять в Европу корицу. В 1658 году голландцы отбили у португальцев Шри-Ланку, и они стали по-другому культивировать это растение, и именно голландцы первыми стали выращивать корицу искусственным способом, то есть они стали делать плантации из коричневого дерева. Очень интересно, как выращивают корицу. Сначала сажают саженец, он растет два года, затем его под корень срезают, и из нижних резервных почек, практически от шейки ствола, начинают расти несколько десятков молодых веток. Когда они достигают нужного размера, кору с них счищают, как я уже говорила, дверестный слой с этой коры счищают, и остается только внутренний слой. Корица имеет не только антисептические свойства, но она имеет очень высокие антиоксидантные свойства. И на основе корицы делаются и сиропы от кашля. Многие, например, сразу вспомнят, что какие-то сиропы от кашля пахнут именно корицей, и не случайно, потому что из нее-то они и делаются. Ну и корица, конечно, идет в ход для производства эфирных масел, ароматических масел. Это пряность, которая используется для приготовления мясных блюд, соусов. И, конечно же, корица незаменима в выпечке. Очень хорошо корица используется с яблоками, сочетается с яблоками. Но и все, наверное, помнят прекрасное печенье, сверху посыпанное корицей. Да и вообще в чай добавляют корицу, в кофе добавляют корицу. То есть это, как и большинство пряностей, очень пластичная пряновкусовая культура, которая используется практически во всей кулинарии. Ну вот у нас реакция прошла, и мы видим здесь, что у нас синего пятна не получилось. Это говорит о том, что наша корица ланкийская, а не китайская. И вот если посмотреть внимательно, вот у меня здесь потолще палочка из корицы, можно здесь даже видеть, что это действительно кора дерева. Здесь вот такие характерные для коры и рисунок, и вот какое-то даже место, может быть, для сучка. Обязательно используйте корицу у себя на столе. Не всем нравится запах корицы, но, наверное, не всем нравится запах корицы за то, что ее используют в больших количествах. Как я уже говорила, важен не вкус, а намек на вкус. Немножко, чуть-чуть бросьте корицы либо в чай, либо в кофе, и вы почувствуете вот этот благородный аромат вот этих тропических пряностей. Улучшится настроение, улучшится пищеварение, и день станет ярким, пряным и более насыщенным. Надеюсь, я убедила вас в том, что нужно использовать пряности, в том числе и корицу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok